Мы приветствуем подписчиков и гостей канала Банковский. Сегодня у нас кредитная карта 2 года без процентов от Ренессанс Банка. Карта действительно интересная, я поискал, конечно, минусы ее, кое-что нашел, но в сравнении с картами конкурентов эти минусы не выглядят такими уж серьезными, поэтому данный продукт, на мой взгляд, подойдет многим. У него есть явные преимущества, ну вот в частности, 2 года без процентов, они, конечно, предоставляются не навсегда, а только в первый месяц оформления карты. Как бы это неплохо, потому что карта обычно такая берется под крупную покупку, когда человек не может приобрести какой-то товар сразу, заплатить за него, и рассрочку оформить по какой-то причине не получается. В данном случае вы как бы делаете себе рассрочку на 2 года. То есть вы оплачиваете каждый месяц сумму не менее минимального платежа, и дальше, соответственно, гасите какими-то, можно равными частями, если вы привыкли к рассрочкам. 200 дней без процентов дальше на покупки со второго месяца тоже, кстати, неплохо. Бесплатное обслуживание без каких-то звездочек, условий там и прочего. Ну и плюс еще программа лояльности какая-никакая. Ну скажу сразу, что программа лояльности, она так себе. Ну и это не так страшно. Так вот, перейдем сразу к тарифам. Годовая процентная ставка хороша для любителей озона и перекрестка. Потому что за покупки на данных площадках вы получаете 9,9% годовых. То есть, предположим, вы не уложились в льготный период, что-то пошло не так, вам начислят процентную ставку не повышенную, как по обычным картам, или как по этой карте при покупке в других магазинах, а с минимальной процентной ставкой, как обычный потреб кредит 9,9% годовых. Это неплохо и это, в общем-то, привлекает достаточно большое количество клиентов. Ну, в других магазинах там ставка 33,9% и при снятии наличных безумная ставка 69,9%. Поэтому наличные лучше не снимать, тем более, что комиссия предусмотрена 5,9% от суммы операции, плюс 590 рублей. То есть, там деньги, они просто золотыми покажутся. Поэтому нет вообще в этом никакого смысла. Пополнять карту можно без проблем. За это комиссия не берется. Зато смс-оповещения дорогие. То есть, можно их сразу же отключить, потому что по факту многие жалуются, что без особого согласия клиента банк подключает это смс-оповещение. Но его легко отключить. То есть, сразу заводите личный кабинет на Ренессансе, отключаете все лишние услуги, которые вам не нужны, и радуетесь. Ну и прочее здесь. Ну, кстати сказать, система бесплатная предупредит о предстоящем платеже, даже если вы отключили систему оповещения платную. Как бы карту эту получить могут многие. Отказов не так уж и много у банка, на удивление. Правда, лимит будет не слишком высокий. Об этом чуть позже поговорим. По требованиям к заемщику возраст от 20 до 70 лет, РФ гражданство, понятно. Минимальный стаж на последнем месте работы вообще не учитывается, но обязательно регистрация на территории РФ. Наличие постоянного дохода. Здесь не важно, будьте вы хоть самозанятым, из налоговой предоставляете документы прямо из личного кабинета, и никаких проблем, это все пойдет. Банк эту информацию принимает. Не обязательно быть там работающим с гигантским стажем и прочее. Карта доставляется на дом. Регионы доставки вы видите на экране, то есть практически вся страна. Курьер привозит и предоставляет вам карту, вы подписываете документы, никаких проблем. Более подробно следует посмотреть тарифные планы. Вот этот документ, его нужно по ссылочкам перейти, достаточно непросто его найти. Но здесь все тарифы более подробно развернуты и указаны. Главным образом минимальный платеж ежемесячный. Он составляет 3% от задолженности, но не менее 300 рублей. Но это такой средний результат. В принципе нормальная тема. Если вы берете товар какой-то, условно говоря, дорогостоящий, в месяц по 3% платить, это нормально. Это как бы даже очень щадящая рассрочка такая. Например, там какой-нибудь сплит на Яндекс.Маркете, там на 4 части делится сумма. То есть достаточно тяжело будет заплатить. Здесь получается, вы по 3% каждый месяц от суммы платите, с учетом того, что проценты вам не начисляются. Это хороший вариант. Далее, что еще здесь, чего нет, скажем так, в базовых тарифах, которые на рекламной странице. Ну вот в частности, комиссия за необоснованное протестование и запрос о возврате денежных средств штрафует банк. В принципе, в других банках не везде такое есть, эти штрафы. Здесь штрафы применяются. Ну и главное, что нужно сказать, чего нет на рекламной странице, это максимальный кредитный лимит. Он может достигать 600 тысяч рублей, но вы не смотрите на эти 600 тысяч. Вам их, это надо, там не знаю, быть просто апостолом Петром, чтобы вам 600 тысяч предоставили. То есть даже если у вас там идеальная, преидеальная кредитная история, но вы с банком Ренессанс не имели дела раньше, первый раз вы с ним имеете дело, то там максимальный лимит будет 100 тысяч. Если вы клиент уже со стажем, брали ипотеку в Ренессанс, там у вас есть там прочие всякие там дополнительные плюшки, вы там знакомы с директором, ну я смеюсь, конечно. То есть то вам назначат лимит где-то примерно 200-250 максимум. Почему? Потому что 600 тысяч это для опытных владельцев кредитки Ренессанс. Если вы какое-то время попользуетесь ей активно, будете много тратить, там год-два, точно сказать не могу, это политика компании закрытая, то тогда вот этот 600 тысяч рублей лимит постепенно вам до 600 тысяч его поднимет. В противном случае он так и останется в пределах 100-200 тысяч рублей, в зависимости от вашей платежеспособности, это сугубо индивидуально. В целом, что могу сказать, кредитная карта 2 года без процентов очень неплохая, вот на удивление, да, давненько банки ничего подобного не предлагали, более или менее, еще раз подчеркиваю, честная, так что присмотреться как минимум стоит к этому продукту, поискать какую-то еще, может быть, информацию с других источников и после этого уже принять решение, либо оформить, либо не оформить. Ссылка на страницу оформления карты Ренессанс Банка 2 года без процентов находится в описании к данному видео. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, жмите на колокольчик и всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok